Как вам кажется, почему потеря Навального оказалась такой массовой трагедией? Здесь на самом деле очень много, много факторов не бывает какой-то одной простой причины. Хотя, наверное, она есть. Он был хороший человек, и это было известно. Как-то это было широко известно. Это, наверное, главная причина, но причин действительно много. Он был лидером. Он был, в общем, единственным признанным лидером. Он совершал фантастические поступки. Ну и, собственно, последний поступок с возвращением тоже о многом говорит. Он прекрасно понимал, что российский политик не может жить за границей. Он должен быть вместе со своим народом. И этот путь сейчас проходит, например, Илья Яшин, Владимир Карамурзай. Конечно, за них страшно. Потом давно мы с вами не видели настолько талантливого журналиста, публициста, расследователя, как Алексей Навальный. Ведь всегда на всех журфаках, пока они были в природе в России, всегда ставили его в пример. Вот человек без журналистского образования, но с такой чуйкой, популярный. Он был не популярный блогер, он был действительно самый популярный журналист, с фантастическим слогом. Он был единственный российский политик. Путин, понятно, он не политик, он диктатор. Это в лучшем случае царь. Все остальное, мы с вами видим этот набор из Харитонова и Слуцкого. А Навальный был политик. А это такое давно забытое в России явление. Сильный, яркий, беспартийный семья. Какая-то совершенно идеальная семья. Не то, что там у Путина или у Слуцкого. Какая-то идеальная семья, прекрасная, которую мы все видели, и все знали. Потрясающая мама, как выяснилось, еще и фантастическая теща. Потому, знаете, он был просто красивым, хороший, красивый человек, вот в каком-то чеховском смысле, совершенно в чеховском. Он хотел пага для России и прекрасного будущего. И считал, что, черт возьми, она заслужила это будущее. И как-то вместе с ним наше будущее умерло. Вместе с ним. И это очень сильно ощущалось, что вот не отдают тело, вот так измываются. И вот эта вся история с его смертью и похоронами вдруг обернулась совершенно иначе. Когда мы все увидели Алексея Навального в гробу, а до этого вот просто не верилось. Просто будущее погибло, и все. Нет больше никакого будущего. Но где-то есть какая-то часть, вдруг вот, вдруг какой-то заговор. Он окажется за границей, живой. Мы все засмеемся, будем его ругать при этом, что, что с нами сделал. Так нельзя. Но вот мы увидели его в гробу. И мы увидели друг друга. И, слушайте, он сделал совершенно библейскую вещь. Смертью смерть поправ. Вдруг оказалось, что умер Алексей Навальный, но жив Алексей Навальный политик. Жив Алексей Навальный мученик. И Надежда жива. Вот он удивительным образом пошел по библейскому пути. Ну, здесь, конечно, и родная советская власть, конечно, помогла, начав выкрадывать тело, не давая матери, ну и так далее. То есть, ровно пошло все туда. И сейчас мы встречаем весну совсем по-другому. Вот он погиб в самом конце зимы. Первого марта похоронили, вдруг мы увидели, что это не оттепель. Это началась весна. Началась весна. И эта весна не политическая, не социальная. Мы, конечно, сейчас все обсуждаем, конечно, колонку Шуры Бутрина, что надежды нет, что никакой России будущего нет. На самом деле, очень правильно. Правильно написано, что чтобы мы не обольщались, увидев друг друга, чтобы мы не обольщались, что это близка победа, что нас много, что прекрасная Россия будущего существует. Не-не-не. Путь очень далекий, тернистый и, может быть, совершенно не зависящий от нас нынешних. Но то, что люди не одинокие в ночи, это замечательно. Замечательно. Недаром сейчас все вспоминают и письма Вацлава Гавила, например, которая в той же ситуации в 1975 году. В общем, за 10 лет до того, как все случилось, за 10 лет до Бархатной революции, писал в ЦК Чехослованской Компартии, что да, большинство вас поддерживает, но перемены неизбежны. И как он был прав. Редактор субтитров А.Семкин